Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры. С вами православная программа «Преображение». 6 июля исполняется 600 лет со дня смерти идеолога чешской реформации Яна Гуса. Сегодня мы поговорим об этом национальном герое Чехии и о значении его личности в истории церкви. В студии доктор богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Добрый день, Атец Дмитрий. Добрый день, Николай. Атец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об эпохе, в которую довелось жить Яну Гусу. Ян Гус родился в 1369 году, это вторая половина XIV века. Очень непростая эпоха для истории Чехии, потому что тогда Чехия вообще не была самостоятельным государством. Она входила в состав Священной Римской империи, так называемой. В том числе и Богемия, где родился сам Ян Гус, тоже была одной из областей, которая входила в состав этой империи. Эпоха была очень сложной еще и по той причине, что в церкви не было мира, не было единого даже руководства. Это так называемый период Великой Схизмы в римокатолической церкви, когда одновременно существовали три папы, которые не могли между собой поделить власть, и которые друг другу доказывали, что именно каждый из них является настоящим папой, а остальные являются антипапами. Это был период какого-то разброда и шатания. Но вместе с тем он еще осложнялся тем, что в Чехии тогда было особенно сильно немецкое влияние. Во-первых, это объяснялось географической близостью, потому что особенно южная Чехия, она же буквально граничит с Баварией, с немецкими областями. Но и с другой стороны, все-таки немецкое влияние было сильное потому, что наука была более развита у немцев в тот период, и потому очень многие образованные люди, которые не могли найти себе достойного места в немецких университетах, они перебирались в Чехию, в Пражский университет, где у них было больше возможности себя реализовать. И это, конечно, опять же, накладывало дополнительное влияние на образование самих уже чешских юношей в этих университетах. Вот в это очень непростое, но интересное время довелось жить Яну Гусу. А какие сохранились сведения о ранее когда-то жизни Гуса? Мало известно вообще о его детстве, но во всяком случае точно известно, что он родился в местечке под названием Гусенец. Причем есть два таких населенных пункта в Чехии, один возле Праги, а другой именно на юге Чехии, на границе с Баварией. Скорее всего, все-таки он родился в том Гусенце, который на юге Чехии, и там даже до сих пор показывают дом, в котором жила его семья. О его родителях почти ничего не известно, но понятно, что это были небогатые люди, и детей у них было много. Было несколько братьев у Яна Гуса, но в историю вошел только он один, как именно выдающийся деятель. И с детства он хотел стать священником. Правда, у этого желания была не только религиозная подоплека, но и сугубо материальная, потому что он хотел выбиться в люди, хотел приобрести какой-то достаток. Он устал от этой постоянной бедности, даже нищеты. И по его воспоминаниям, в детстве он себе делал из хлеба, из теста ложку, которая ел гороховую кашу. И в конце концов съедал и саму эту ложку. То есть настолько он был ограничен в своих средствах, возможностях, что он буквально выживал первые годы. Но благодаря своему трудолюбию и усидчивости, ну и, конечно, врожденным способностям, он сумел стать тем, кем он стал. Какое образование получил будущий реформатор? Образование он получил очень хорошее. Вначале он окончил какие-то предварительные классы, затем среднюю школу и, наконец, поступил в Пражский Карлов университет на факультет свободных искусств, который успешно окончил. Так что его оставили там преподавателем. Он защитил вначале степень бакалавра свободных искусств, потом бакалавра теологии, затем магистра свободных искусств, но дальше он не пошел. То есть, хотя впоследствии он стал даже деканом этого факультета и даже ректором Пражского университета, но он не был никогда доктором богословия. Очевидно, он считал, что в этом не было для него какой-то необходимости. Но есть еще один интересный факт из его биографии. Это то, что сохранились его аттестаты учебные и отзывы о нем его профессоров. И они его считали середняком. То есть, он никогда не был в числе лучших студентов. И для многих было неожиданностью то, что он впоследствии стал настолько выдающимся деятелем. Но, с другой стороны, я думаю, что то, что его не выдвигали в первые ряды, было связано еще и с тем, что все-таки он был именно коренным чехом. И профессора немцев, которых было тогда большинство, они, наверное, чувствовали в нем вот этот заряд его идей, этот потенциал антинемецкий, который уже тогда в нем, очевидно, бродил. И поэтому они его немножечко задвигали. А как складывалась жизнь будущего реформатора после принятия священного сана? Он принял священный сан, и это сразу перед ним открыло большие возможности. То есть, это были и материальные возможности, но прежде всего это были возможности влияния на умы людей. Он получил место настоятеля и проповедника в так называемой Вифлеемской часовне. И хотя это звучит как бы так не очень солидно, Вифлеемская часовня, но часовня в Праге, вот это был старый город, это совсем не то, что современная наша часовня. Это был по территории самое большое вообще культовое сооружение в городе Прага. Туда вмещалось около трех тысяч человек, а это фактически 10% населения тогдашней Праги вообще, как города. Это была самая, можно сказать, большая вообще площадка для проповеди, для влияния на умы людей. И этим с успехом воспользовался Ян Гусс, он был, надо признать, выдающимся проповедником. И он в каком-то смысле произвел целую реформу вообще в Гомилетике, потому что до него проповеди были довольно схоластичны, они были отвлеченными, они были никак не привязаны к жизни реальной. А он постарался именно из жизни, из практической жизни, из современной ему жизни черпать сюжеты для своих проповедей. Поэтому его слово, оно было очень живым, оно привлекало людей, собирало огромные толпы, и каждая его проповедь, она сразу получала большое распространение. В народе тут же записывали, переписывали, распространяли. Так что его популярность была буквально всенародной, не только в столице, а по всем областям Чехии. Слава его, именно как духовного вождя своего народа, распространилась довольно быстро. Какое влияние оказало на Гуса учение английского реформатора Джона Виклифа? Джон Виклиф был старшим современником Яна Гуса, он скончался в 1384 году. Когда Гус был еще довольно молодым человеком. И здесь есть о чем поговорить, потому что следы влияния учения Джона Виклифа несомненные в учении Яна Гуса. Но любопытно то, что впервые об этих взглядах он узнал от своего друга и последователя Иеронима Пражского. Он именно привез эти труды Виклифа в Прагу и ознакомил с ними Яна Гуса. Так что, в общем-то, это произошло уже в тот период, когда сам по себе Гус тоже вынашивал похожие идеи. Поэтому как-то одно наложилось на другое. На суде в Констанции, когда спросили у Гуса, испытал ли он влияние Виклифа и воспроизводили ли он специально его идеи, он отказался, он сказал, что нет. Поэтому, как бы, все-таки очевидно, он не считал, что он полностью копирует учение Виклифа. Он не считал его своим прямым учителем. Но, с другой стороны, конечно, общее влияние идеи, безусловно, имело место. Потому что сам по себе этот моральный пафос борьбы против злоупотреблений в церкви, который был руководящим для Джона Виклифа и для всех последующих реформаторов, которые основали протестантское движение как таковое, вот он объединяет и Виклифа, и Яна Гуса. Что представляет собой главный труд Яна Гуса о церкви? Это довольно пространное по объему произведение, в котором соединились все его основные нервоззренческие концепции. Ян Гус выступал прежде всего за то, чтобы главным авторитетом в церкви было священное писание. Вот этот тезис «Соля скриптура», который впоследствии стал во главу угла у Мартина Лютера, фактически он уже у Яна Гуса имеет место, он уже у Виклифа тоже имеет место. То есть уже очевидно это носилось в воздухе. То, что слишком много стали придавать значения папскому авторитету, авторитету каких-то вымышленных подложных произведений, каких-то там лжесидоровых декретарий, дарственной Константина и прочее, это уже всем стало ясно, что надо вернуться к истокам. И вот как раз об этом и говорил Ян Гус, что нужно вернуться к идеалам Первой христианской церкви, нужно прекратить практику оплаты таинств церковных, нужно полностью пресечь практику покупки церковных должностей, нужно подчинить церковь государственной власти. И вот подобные инициативы, они составляли ядро вообще его идей, которые приобрели ему особую популярность. Потому что, собственно говоря, было много заинтересованных сторон вообще в том, чтобы его идеи возобладали. Потому что вот это вот ермо поборов буквально, которыми Рима католическая церковь обложила народ в Чехии, оно было неудобоносимым не только для простых людей, но даже и для бюргеров, которые несли очень большие финансовые потери из-за того, что папский престол постоянно с них высасывал все новые и новые средства. И потому, конечно, вот эти взгляды на первых порах, они получили буквально всенародную поддержку. Впоследствии, конечно, уже произошла некоторая дифференциация. Какова была реакция на деятельность Гуса среди римской иерархии? Самое озлобленное, конечно. Они почувствовали реальную опасность. Они поняли, что если эти взгляды получат всенародное признание, распространение, а еще из Чехии перейдут на другие страны, то тогда они потеряют львиную долю своих заработков. Они уже привыкли жить роскошно, жить безбедно. Иерархии грима католические, да не только иерархии, даже и большинство духовенства, оно, в общем-то, купалось в роскоши буквально, особенно из приближенных. И потому сразу стало ясно, что Янгус играет с огнем. Надо сказать, что одним из тезисов его учения было то, что христианин, какой бы он ни занимал нишу в общественной жизни, он обязательно должен отстаивать правду. Он должен искать правду, должен бороться за правду, даже если это наносит риск его благополучию, его здоровью и даже его жизни. И вот жизнь самого Янгуса, она была как раз подтверждением этого тезиса. Он боролся за правду на протяжении всей своей жизни, и таким образом он за это так и пострадал до смерти. По какому поводу был создан Константский собор? Поводов было несколько. Прежде всего, это была попытка преодоления великой схизмы. Но все понимали, что это уже слишком ненормальное положение, когда три папы одновременно. Это гораздо более ненормальное положение, чем если бы, например, в какой-то поместной церкви православной было бы три патриарха. Для нас патриарх — это просто предстоятели церкви. Мы понимаем, что главой церкви все равно является Христос. А для католиков все-таки папа — это и есть глава церкви. И получается, что одновременно три главы — это очень и очень непонятная, абсурдная ситуация. Надо сказать, что Ян Гус вообще занимал нейтральную позицию в этом споре. Кто из пап является настоящим, я думаю, что ему по большому счету было все равно, потому что он вообще ставил под сомнение папский авторитет. Для него главным авторитетом был сам Христос, слово самого Христа, которое зафиксировано в Священном Писании, и соборный разум церковный. Поэтому, когда этот собор был созван, то он не отказался туда поехать, потому что он думал, что ему дадут возможность высказать свои взгляды во всеуслышание перед церковной полнотой. Но он недооценил того момента, что как раз одной из целей этого собора была борьба против ересей. Одной из таких ересей римы-католики считали очень из самого Яна Гуса. Какова была реакция на смерть Яна Гуса среди его соотечественников? До смерти все-таки нужно проговорить некоторые вещи, которые произошли на соборе. Вообще, это была очень неоднозначная ситуация, когда Ян Гус собрался туда ехать, и его сразу предупредили, что это может быть очень опасно. Но он заручился, как ему казалось, клятвенным обещанием самого императора Сигизмунда, который обещал ему гарантии безопасности, что даст ему грамоту, которая будет давать ему неприкосновенность. Когда Ян Гус сюда приехал, ему выдали грамоту, но оказалось, что эта грамота касалась только его пути до Констанции из Чехии. А что касается пребывания на самом соборе, то никакие гарантии ему не давалось. И он оказался таким образом заложником этой ситуации. Уже он не мог оттуда свободно выбраться, и его сразу взяли под наблюдение, впоследствии под домашний арест, а потом просто посадили в тюрьму. Так что вот эта ситуация, она, конечно, бросила тень на власть имущих и на императора Сигизмунда, и на папу Иоанна XXIII, который считал Яна Гусу своим личным врагом и своим личным пленником. Но что любопытно, после смерти папы Иоанна XXIII положение Яна Гусу еще более ухудшилось, потому что не только папа считал его своим врагом, но и вообще вся римно-католическая верхушка. И когда он стал, получается, узником уже не папы, а более низких иерархов, то они с ним стали обращаться еще более сурово и жестоко. То есть они просто его посадили в тюрьму, и стало ясно, что выбор у него только один или полное отречение от своих взглядов, то есть буквально предательство всего того, чем он жил в течение своей жизни, или смерть. И он сам выбрал смерть. Таким образом, 6 июля 1415 года Яна Гуса сожгли на костре в пригороде Праги, буквально за городской стеной, вместе с его произведениями. Что любопытно, вместе с ним сожгли и текст Священного Писания, Библию, которую он перевел на чешский язык, для того, чтобы сделать Священное Писание более доступным для чешского народа. Есть легенда о том, что когда палачи пытались поджечь костер, бревна долго не хотели разгораться. И тогда какая-то пожилая женщина подбросила сухого хвороста, чтобы облегчить процесс разжигания костра. Увидев это, Ян Гус произнес историческую фразу «О санкта симплицитас», «О святая простота». Но говорят, что он произнес еще одну фразу, которая казалась пророческой. Он сказал, что «Я всего лишь гусь». То есть его прозвище, оно так и означает название этой птицы, потому что он происходил из этого местечка, гусенец, и происхождение дало основание для его прозвища. Он говорит, что «Я всего лишь гусь, но после меня придет орел». И протестанты считают, что это было пророчество о Мартине Лютере, который оказался гораздо более успешным в своей деятельности, в своих инициативах по реформированию церкви. И так окончилась жизнь Яна Гуса. Его пепел даже собрали и рассеяли над рекой Рейн, бросили буквально в воду этой реки, чтобы его сторонники не стали почитать впоследствии его святые останки даже в виде пепла. Но тем не менее, как мы видим, все-таки народное почитание абсолютно никаким образом не могло быть этим ограничено. Так что Ян Гус сразу стал народным героем. В чем состоит отличие калистинцев от таборитов? Вскоре после смерти Яна Гуса народное возмущение достигло критической точки. Люди были глубоко возмущены, что такого праведного человека казнили по совершенно надуманным каким-то обвинениям. Кстати сказать, его обвинили в восьми ересях на самом Константском соборе. И начались так называемые гуситские войны. Но последователи Гуса разделялись на умеренных гуситов и на крайних, на радикальных. Вот как раз радикальные гуситы — это были табориты, которые вели довольно успешные войны на протяжении нескольких лет. Ян Жишко — один из самых известных, как раз их предводителей, который одержал несколько славных побед. Но в конце концов все-таки гуситское движение потерпело поражение. И те, кто не был убит, они просто эмигрировали из страны. Ну а умеренные гуситы, они в конце концов пошли на компромисс с Римской католической церковью. Каким образом папство боролось с гуситским движением? Боролось всеми доступными способами, в том числе и военными. Надо заметить, что Ян Гус при жизни как раз боролся против того, чтобы вообще римский первосвященник употреблял военную силу против людей. То есть он ссылался, например, Христа. Когда Христос запретил апостолам пользоваться мечом, а римский первосвященник, который считал себя наместником Христа, он как раз очень активно использовал военную силу, прежде всего в своих корыстных интересах. Устраивал порой крестовые походы даже не для освобождения святой земли, как это было, скажем, в более ранние века, а просто против своих политических оппонентов. И зачастую Ян Гус выступал против таких крестовых походов, и этим как раз заслужил ненависть римского первосвященника. Так что то, чем занимались римы-католики до смерти Яна Гуса, это же они продолжили делать и после его смерти. Какими были последствия гусийских войн? Ну, с одной стороны, мы можем констатировать поражение реформы церкви в Чехии. Чехия до сих пор остается католической страной, но с другой стороны, память о самом Яне Гусе навсегда осталась в чешском народе именно как о народном герое. Это, с одной стороны, парадокс. Как же так? То есть католическая церковь признала его еретиком, но чехи его считают народным героем и даже святым, и при этом остаются католиками. Но я думаю, что решение состоит в том, что Ян Гус был не просто народным героем, а он был именно национальным героем. То есть он боролся за права чехов против немцев. Именно по его инициативе король Васлав IV удалил немецких магистров из Пражского университета. Конечно, уровень преподавания от этого значительно понизился, но зато это был уже именно национальный чешский, пражский университет. И, конечно, это является заслугой Яна Гуса перед народом. Плюс к тому, он занимался именно распространением грамотности среди простых людей. Он произвел целую реформу правописания чешского. Он внес диакритические значки в алфавит чешский, чем значительно облегчило само чтение, особенно для простых людей. Так что его вклад как просветителя, как именно распространителя образования в среде простого народа, он очень велик. И потому его считают вообще одним из основателей нового чешского языка. Как увековечена память о Яне Гусе? Есть разные способы это сделать, и многие из них были реализованы. Есть памятник Яну Гусу в Праге, есть поезд в Чехии, который называется Ян Гус, астероид назвали его именем. Кстати, некоторые улицы, не только в Праге, в других городах, в Чехии тоже называются его именем, и даже в России некоторые улицы, в частности в городе Рыбинск, носят имя Яна Гуса. Так что память его увековечена в любом случае. Сколько будет существовать человечества, люди об этом деятели не забудут уже никогда. Но я думаю, что самое главное, в чем все-таки его память, осталось это в его произведениях, потому что его взгляды выражены настолько ясно, отчетливо, сильно, они повлияли на народное сознание. И люди поняли, что все-таки кто бы что ни говорил про прощение грехов с помощью покупки индульгенции, но на самом деле простить грехи может только сам Христос при условии искреннего покаяния человека. Поэтому вот эта вот борьба Яна Гуса за чистоту христианской нравственности, вот прежде всего она бессмертила его имя. Можно ли отождествовать гусицкие идеи с православными? Отдельные идеи можно отождествить. Например, когда Ян Гус говорил о том, что нужно причащать мирян не только обладками, но и вином. Это совершенно православная древняя практика. Когда он говорил о том, что не нужно церкви обогащаться за счет простых людей, что не нужно торговать должностями церковными, то есть он боролся против симонии, то это тоже, я считаю, вполне в духе настоящего истинного православия. Но есть другие отдельные идеи, которые, конечно, православными назвать никак нельзя. Например, когда он говорил о том, что церковь нужно подчинить государству, у нас был период в истории русской церкви, когда 200 лет в синодальный период церковь была подчинена государству. Но я не считаю, что это было благом для церкви. Да, действительно, церковь себя проявила и в тот период была очень активной миссионерской деятельности, в частности. Но все-таки в целом это нельзя считать нормой. У церкви должен быть свой предстоятель и определенная независимость от государственных структур, потому что в противном случае церковь рискует стать слишком управляемой и политизированной именно в интересах государства. А вот как относится протестантизм к чешскому реформатору? Довольно положительно. Есть даже фраза Мартина Лютера, когда он сказал, что «Мы все были гуситами, хотя и не осознавали этого». То есть он имеет в виду себя и своих сторонников по реформации. А это и Филипп Меланхтон, и Жан Кальвин впоследствии. То есть это те люди, которые уже в более позднюю эпоху возглавили вот это реформатское движение. Это было уже через сто лет буквально. Но тем не менее, даже при жизни Мартина Лютера выходили некоторые произведения Яна Гуса, с предисловием Мартина Лютера. Как Вы считаете, отец Дмитрий, можно ли рассматривать вопрос о канонизации Яна Гуса? Это довольно спорный вопрос, потому что здесь пересекаются различные линии. С одной стороны, мы должны признать, что Ян Гус был римокатолическим священником. То есть он вообще никогда не был православным христианином. Он не был в границах нашей Церкви. Но с другой стороны, мы видим, что католики от него отказались. Они его отлучили от своей Церкви. Вначале на уровне пражского архиепископа, затем папа Иоанн XXIII, которого впоследствии признали как раз антипапой, он подтвердил это отлучение. Поэтому получается такая картина, что, несомненно, христианином Ян Гус был. Но римокатоликом он уже не был, раз его отлучили. Поэтому как бы явного препятствия, чтобы его считать нашим, уже нет. Вместе с тем, конечно, мы понимаем, что не все его взгляды соответствовали православной доктрине. Он, конечно, очень приблизился во многих моментах к настоящему, к истинному, к святоотеческому христианству. Но вместе с тем, конечно, в каком-то смысле он был ограничен рамками своей культуры, своего времени, своей страны. Поэтому где-то он все-таки оставался в плену у заблуждений римской церкви. Я думаю, что если бы мы попытались испытать его веру на точность именно православным критериям, то мы бы все-таки заметили расхождение. В частности, основные догмы именно католической веры он разделял, и филиоквы, и примат-папы, и прочие вот эти вот идеи. Другое дело, что у него была своя возможная интерпретация. Что касается папского примата, то тут, я думаю, точно у него были очень даже смелые отклонения от кардинального курса папской курии. Поэтому здесь можно найти аргументы и за, и против, но фактом остается то, что, например, в сегодняшний период, в настоящее время, в чешской православной церкви, есть очень серьезная инициатива по причислению Яна Гуса к лику святых именно внутри православия. И она поддерживается некоторыми другими поместными православными церквами. Ну а самое главное, мне кажется, даже не то, будет ли он канонизирован или не будет он канонизирован в нашей церкви, а то, какова его реальная участь на небесах. Собственно говоря, ему уже, наверное, не так важно. Канонизируем мы его у себя или нет. Главное то, какой статус он имеет сейчас у престола Божия. Мне все-таки верится, что за его вот этот святой по-настоящему порыв именно к очищению христианства от всех этих вредоносных наслоений, к тому, чтобы вывести все-таки церковь из этого положения, очень некрасиво, в котором она находилась, вот эта его жажда правды, она все-таки должна получить свою награду от Господа в Царстве Небесном. Спасибо, Господи, Отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и Ангела-Хранителя. Спасибо.